Де-факто на телеканале Беларусь 4 события и происшествия Гомельской области в материалах наших корреспондентов. В реанимации остается пассажир международного автобуса, который столкнулся с грузовиком под речицей. У пациента ушибы и переломы. Еще не выпал снег и не окрепли морозы, а в Гомельской области уже спасали рыбаков, которые провалились под тонкий лед. Предупредить – значит спасти. Съемочная группа де-факто побывала в рейде по частному сектору вместе с работниками МЧС. Молодежь в зоне риска. Что толкает подростков на суицид? Реальная история в репортаже Вероники Гомзюковой. О том, как не переступить черту и кто может оказать молодым людям психологическую помощь в трудной ситуации, поговорим об этом с экспертом. Начнем выпуск с обзора происшествий, которые произошли в нашем регионе за неделю. Поспешил и попал под колеса поезда. В жлобине на железной дороге погиб местный житель. 54-летний мужчина переходил пути по пешеходному настилу. По предварительной версии, в какой-то момент он споткнулся и упал прямо перед движущимся локомотивом. В результате был смертельно травмирован. На место происшествия выезжали сотрудники милиции в составе следственно-оперативной группы. Проводится проверка. В результате ДТП, которое произошло под Речицей, госпитализирован пассажир. Травмам получили 6 человек, включая двоих водителей. Но наиболее тяжелое у 35-летнего мужчины, жителя города Ветки. В момент столкновения с грузовиком МАЗ он находился на переднем сидении автобуса рядом с креслом водителя. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушибы, переломы костей лицевого скелета. Остальные пассажиры, которым изначально потребовалась медицинская помощь, уже выписаны из больницы. Напомним, ДТП произошло на автодороге Октябрьский парич и Речица. После столкновения машины съехали в кювет и опрокинулись. Автобус следовал по маршруту Москва-Речица. Еще не окрепли морозы, а в Гомельской области рыбаки уже вышли на лед. В Чечерском районе сотрудники МЧС спасли двоих тонущих мужчин, которые провалились на слабо замерзшей реке. С помощью специальной доски пострадавших доставили на берег и передали медикам. У них диагностировали общее переохлаждение. Известно, что первый лед всегда привлекает рыбаков, так как считается, что при этом идет хороший клев. МЧС напоминает, что это опасно. Незаконная перевозка цветного металла не удалась и жителю из Будо-Кошелевского района. Правоохранители остановили его микроавтобус для проверки и обнаружили нелегальный груз. В салоне «Фольксвагена» находились мешки с различными изделиями из цветного металла, в основном алюминия. Водитель пояснил, что вез груз в пункт приема вторсырья, но документов на него предоставить не смог. Начат административный процесс. В конце этой недели уже наступит календарная зима. Снега пока на улице нет, однако низкие температуры уже давно заставили жителей частных домов топить печи и разжигать котлы. Соблюдают ли люди требования правил пожарной безопасности и готовы ли они к зимнему отопительному сезону, узнавала наша съемочная группа, которая побывала в рейде вместе с работниками МЧС. На прошлых выходных в Агрогородке Красное Гомельского района произошел пожар в доме, где проживала одинокая пенсионерка 1932 года рождения. Соседки увидели дым, идущий из-под крыши, и сообщили о пожаре в МЧС. Подойдя к окну, женщины сквозь дым увидели в комнате, лежащую на кровати, хозяйку, и, не дождавшись спасателей, бросились на помощь. Позже потерпевшую госпитализировали. Причиной едва не случившейся трагедии стало использование печи с нарушением правил пожарной безопасности. Воспламенились дрова, сложенные перед топкой. К слову, подобные происшествия случаются в осенне-зимний период из года в год. Некоторые уносят человеческие жизни. Предупредить несчастье – главная задача МЧС и органов местной власти. Ежегодно мы проводим рейды смотровой комиссии, которая создана при селисполкоме. В рамках работы смотровой комиссии, особенно это и в весенний период, и в осенне-зимний период, мы проводим обследование домовладений граждан категории одиноких, одинокопроживающих, ну, конечно, многодетные семьи, семьи, состоящие на учете СОП. Но проводим это все с целью выявления причин, которые могут повлиять на безопасность жизнедеятельности населения. В агрогородке Красное эти пенсионеры встречают работников МЧС приветливо. В доме уютное тепло. Две печи уже протоплены. Они исправны и побелены. Там у нас лежатки, там чистим мы их каждый год. Понятно. Ну, там не собирается много-немножко, но, однако, все чистить надо. Тут у нас все чисто, мы когда начинаем, так, у нас все вычищено, тут все аккуратно, тут у нас такой. И тут все чисто, все вычищено. Вот, топим мы дровами, конечно. Вот тут печки приложили еще лет тому назад, одну, вторую, так что, наша новая. Однако без замечаний все-таки не обошлось. Перед обеими печками прибиты предтопочные листы малых размеров. В случае выпадения углей или искр они могут не спасти от возгорания. Размеры таких элементов должны быть 50 на 70 сантиметров. Еще несколько недочетов. Неоштукатуренный дымоход на чердаке и опасная близость к ковра к топке. На чердаке дымоход отопительной пищи должен быть оштукатурен, побелен, дымовые каналы передотопительными проверяли вы. Да, да, да. И горючих материалов, чтобы там не хоррели. Не горючих, а что там. В Гомельской области печные пожары не редкость. Только этой осенью с 18 по 24 ноября. По причине нарушения правил эксплуатации теплогенерирующих устройств в нашем регионе зарегистрировано 14 возгораний. Даже с виду исправная печь при неправильном использовании может привести к беде. При длительном перекаливании печей происходит повышенный нагрев строительных конструкций, находящихся в непосредственной близости от корпуса печи. Происходит возгорание строительных конструкций и изгораемых материалов в результате попадания искр через неплотности и трещины в корпусе печи. В сильные морозы не стоит бросать в топку большое количество дров или угля. Обогревать дом безопаснее в несколько заходов. Не следует забывать и про то, что заслонку полностью можно закрывать только после полного выгорания углей и никак не раньше. А топка печи должна завершиться как минимум за два часа до отхода хозяев ко сну. С наступлением холодов и началом отопительного сезона наступает горячая пора для спасателей. Увеличивается количество пожаров в частном секторе и именно в подавляющем большинстве из-за неисправного печного оборудования. Поэтому работниками МЧС по всей области проводятся плановые рейды по выявлению данных недостатков. Необходимо напомнить гражданам, что до начала отопительного сезона необходимо проверить печное оборудование и устранить недостатки. Таким образом, предупредить опасность для спасателей отнюдь не проще, чем тушить пожар. Под домовые обходы – рутинная, но важная работа. И именно она способна уберечь людей от чрезвычайных ситуаций. В Беларуси провели социологическое исследование проблем психического здоровья и суицидального поведения. В нем участвовали более 3,5 тысяч человек в возрасте от 14 до 19 лет. Больше 26% опрошенных рассказали, что у них возникали мысли о суициде. Так что же заставляет людей совершать самоубийство и как не переступить черту, выясняла наш корреспондент Вероника Гамзюкова. Я не хочу во взрослую жизнь. Там слишком холодно. Она такая монотонная, серая, унылая. Там люди живут согласно заложенным в них шаблонам, как незрачный робот. Каждые 40 секунд в мире происходит очередное самоубийство. В год в среднем счеты с жизнью сводят почти 800 тысяч человек. Причем эти цифры не включают неудачные попытки суицида, число которых превышает в 20 раз. Иногда попытка себя убить – это не главная цель. Психиатры различают три вида самоубийств. Первое – это истинные, когда человек преднамеренно готовится и разрабатывает некий план. Придумывает способ, выбирает из нескольких возможных тот, которому ему ближе. Например, если взять отравление таблетками, то это более женский способ. Если взять падение с высоты, то это более подростковый способ. Если взять огнестрельное оружие, застрелился, это более мужской способ. Женщины так с собой не кончают жизнь. Поэтому это способ продуманный. Часто с запиской, часто с предупреждением близких о том, что у него что-то не так, и он об этом подумывает. Вторая категория суицидов – те, что совершаются в состоянии аффекта. Когда человек узнает некую новость и в порыве эмоций совершает самоубийство. Год назад был подростковый суицид, когда молодому парню, еще школьнику с 17 лет, позвонила его девушка. Первая – любовь, очень сильные чувства с его стороны. Она ему звонит и говорит, что она его разлюбила, полюбила другого, и они больше не вместе. А он в этот момент находился на девятом этаже дома. Он шел то ли в школу, то ли со школы, я уже не помню, как было дело. И в состоянии вот аффекта он просто пошел и с этого девятого этажа с общего балкона выбросился. Третья группа – это демонстративные суициды, с помощью которых люди хотят либо добиться желаемого, либо привлечь внимание. К слову, психиатры отмечают, что суицидальные мысли возникают и у людей, не имеющих психических расстройств. По словам Ирины, о самоубийстве думают чаще всего в стрессовых ситуациях. Однако к суицидальным намерениям, когда человек начинает искать способ и составлять некий план в голове, переходят не все. Как правило, суициды совершаются в депрессивном состоянии. У кого-то проблемы во взаимоотношениях с родными, кто-то попал в затруднительное материальное положение или получил инвалидность. Специалисты говорят, что к роковому шагу людей подталкивает сразу несколько оснований. Если выделить наиболее опасные периоды, то это возрастные категории до 20 лет и старше 40. После 40 у людей случается изменение отношения к самому себе, отношения к миру. И, конечно же, некоторые люди могут быть недовольны тем, что происходит в их жизни. Естественно, конечно, без помощи специалистов в этом сложно разобраться. Для большинства людей гармония – это тогда, когда у них есть семья, у них есть дети, родные. И у них получается с работой, получается в отношениях с людьми. До самоубийства человек подает сигналы, что ему нужна помощь. Например, люди начинают прощаться с родными и близкими и обзванивать их. Как-то на телефон доверия поступил звонок от женщины о том, что ее 18-летний сын прощается с друзьями и возвращает всем долги. Потом его друг по музыкальной группе сообщил, что тот якобы едет поступать в Минск. Она звонит на телефон доверия, говорит, мне кажется, что он хочет с собой что-то сделать. И я ей говорю, что да, это явные признаки того, что он хочет с собой что-то делать. Берите, говорю, его и в психдиспансер, к врачу-психиатру, пусть его посмотрят, пусть оценят степень его суицидального риска, пусть с ним поработает психолог, назначат ему какое-нибудь лечение от таблеток. Она говорит, вы что, его же сразу поставят на учет. Мои попытки объяснить ей, что его не поставят на учет с депрессией, ни к чему не привели. И через двое суток мне рассказали о том, что мальчика после суицидальной попытки привезли к нам в закрытое общепсихиатрическое отделение. Также причиной суицидального поведения у подростков может быть буллинг, когда ребенка унижают и травят в школе. Когда я учился в 11 классе, я не пользовался успехом, меня постоянно травили, надо мной шутили, выкидывали мой портфель в окно, разбрасывали учебники. Ну, с девушками из-за этого у меня тоже не складывалось. Я пришел домой как-то после школы, ну и решил вскрыть вены. Ну, слава богу, мать пришла раньше с работы и меня спасли. Ну, после этого я очень долго проходил реабилитацию. Это все длилось около, ну, наверное, двух лет, но потом эти мысли стали меня понемногу отпускать. И хотел бы сказать другим людям, ну, которые могут попасть в такую же ситуацию, возможно, школьникам, возможно, ну, людям постарше, не стоит прибегать к крайним мерам, потому что жизнь, она одна, и не стоит ее губить. На территории Гомельской области работают две горячие линии. Номера телефонов вы видите на экране. По ним всегда можно позвонить с просьбой об оказании психологической помощи. Также в Гомеле работают два центра дружественных подросткам, куда ребенок может обратиться анонимно. Главное, в такие моменты не бояться, а действовать. Вероника Гамзюкова, Сергей Лукашук, специально для программы «Дефакто». По данным статистики, молодые люди решаются на суицид неспонтанно. Они вынашивают идею, а потом следуют изменения в настроении и поведении. И в этот момент уже вовсю порабить тревогу. О том, как уберечь наших детей от необдуманных поступков и подсказать способ решения проблем, прямо сейчас в этой студии поговорим с врачом-психотерапевтом Артемом Григорьевым. Артем Игоревич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые телезрители. О чем нам говорит статистика суицидов в Гомельской области и какова динамика? В этом году мы добились определенных успехов в Гомельской области и снизили уровень суицидов среди несовершеннолетних на 15%. Но при этом все равно проблема остается актуальной. Она держится на карандаше у всех субъектов профилактики. И постоянно развиваются новые методы профилактики суицидальных действий и реабилитации лиц, совершивших суицидальную попытку. Насколько это трудоемко, тяжело предупредить суицид и выявить тех молодых людей, которые вынашивают такие идеи? Есть двоякая ситуация. С одной стороны, очень много факторов, которые включаются в суицидальные действия. Но с другой стороны, это всегда происходит у нас на глазах. То есть всегда есть какие-то факторы, которые могут броситься нам в глаза, на которые мы можем обратить внимание и попытаться предотвратить это. Например, на какие факторы нужно обращать внимание? Вот наверняка же ребенок, у него что-то меняется и в поведении, и в настроении. И он как-то это выражает. И часто взрослые просто не замечают из-за своей привычки, невнимательно может быть относиться к ребенку. Но как вот своевременно спрогнозировать его последующие шаги? Ну, во-первых, есть кризисный возраст, в котором ребенок начинает вести себя непривычно для взрослых. И мы всегда должны акцентировать на это внимание. Во-вторых, важный момент, когда ребенок просто начинает себя вести не так, как обычно. Ранее, например, веселый, жизнерадостный парень становится замкнутым, необщительным, много времени проводит дома, становится неприветлив и, возможно, агрессивен к родителям. Например, у несовершеннолетних один из таких типичных признаков депрессии – это именно агрессия. А как она проявляется и каков тот возраст, как вы говорите, возраст риска? Возраст риска среди несовершеннолетних – это идет от 15 до 19 лет в основном. И в дальнейшем это часть зрелого возраста и пенсионный возраст. Скажите, каковы основные причины суицидального поведения подростков? То, что нам зачастую бросается в глаза, но мы не обращаем на это внимания – это депрессия, которая тоже имеет место быть в несовершеннолетних и достаточно часто встречается во всем мире. Депрессия и тревожные расстройства у детей являются одним из самых распространенных диагнозов у врачей, психотерапевтов и психиатров. Также это какие-то социальные изменения, например, расставание, потеря близкого, угроза тюремного заключения тоже является очень важным стрессовым фактором, который может повлиять на принятие решения покончить жизнь самоубийством для ребенка. Правильно ли я понимаю, что, скажем, основные причины тех же депрессии, тех же ярких переживаний и страхов могут быть связаны с тем, что подросток не видит какого-то решения или выхода из ситуации, в которую попадает? Ну, учитывая то, что подросток либо ребенок имеет достаточно маленький жизненный опыт и воспринимать может только окружающий мир через свои какие-то мировоззрения, сформированные вот за эти 15-19 лет, либо через поведение родителей. Зачастую он просто не обладает той информацией для того, чтобы справиться со стрессом. Что бы вы порекомендовали детям и их родителям в такой ситуации, когда, ну, кажется, что выхода нет? Ну, во-первых, всегда должна быть тесная коммуникация, общение, как ребенка с родителем и родители с ребенком как с другом, в первую очередь. Для ребенка всегда важна поддержка. Внимание. Внимание, поддержка, правильно, забота. Если родитель не может справиться сам и видит, что выходит ситуация из-под контроля. Всегда есть специалисты, которые оказывают помощь. Артем Игоревич, ну почему вот одни дети замыкаются в себе, да, и у них появляются такие мысли, а другие нет? Наоборот, как-то, ну, пытаются победить те условия и обстоятельства, которые их окружают, которые возникли в их жизни. Есть такие факторы, предрасполагающие к суициду, которые называются индивидуально-психологические. Характер человека закладывается с рождения, то есть мы уже знаем примерно, какой темперамент будет. Есть люди-экстраверты, интроверты. То есть интроверту достаточно тяжело как-то бывает перенести тревогу, либо там, жестокость со стороны окружающих. Как известно, подростки бывают зачастую достаточно жестоки. И также он, все зависит от воспитания в семье. Как реагирует, грубо говоря, мать или отец на какую-то проблему, так пытается и реагировать на это ребенок. Поэтому, например, риск суицида в семьях, где уже до этого кто-то из взрослых совершил суицидальную попытку, он выше. А какие модели поведения наиболее, ну, скажем так, опасны? Или могут привести вот к таким попыткам среди детей несовершеннолетних? Ну, это когда родители пытаются включать такую модель поведения, как начальник подчиненный. То есть пытаются доминировать над детьми. Так, скажем, воспитывать директивным методом. То есть не давая ребенку право выбора на какие-то определенные действия. То есть это ущемляет его интересы, права, я так понимаю? Есть такое понятие, как тестирование реальности, которое для каждого человека должно быть. Через тестирование реальности мы учимся воспринимать этот мир таким, какой он есть, и вырабатывать свои механизмы защиты для каких-то стрессовых факторов. Сейчас подростки, дети очень много времени проводят в социальных сетях, в интернете. Очень большое количество информации проходит через ребенка посредством социальных сетей. Есть ли какие-то угрозы в этом виртуальном пространстве? И как, опять же, правильно себя вести? Есть такое понятие кибербуллинга, да? По-моему, достаточное количество молодых людей это проходит, но не все достойно выдерживают, скажем так, удары, которые поступают из этой сферы. Наш мир развивается, информационные технологии развиваются, и мы не можем ограничить детей от интернета. Информация, которая подается нам, она зачастую неконтролируемая. И интернет – это один из таких неотъемлемых частей развития, как и телефон, как определенные гаджеты. С одной стороны, да, родители должны контролировать то, как проводят время их дети в интернете. Но это должно быть взаимообоюдно. То есть это должно быть с разрешением детей. Они должны быть настолько в доверительных отношениях, чтобы ребенку нечего было скрывать в интернете от родителей. Плюс есть всегда… Какие есть простые советы достижения таких отношений? В первую очередь, то, что мы забываем, это проводить вместе время, вне квартиры, только за просмотром сериалов каких-то или мультиков. Нет, время должно проводиться на каких-то развлекательных мероприятиях, ходить в гости друг к другу, проводить больше времени вне квартиры, вне привычной для нас обстановки, где как раз-таки и нет контакта с интернетом. С тем же, чтобы ребенок учился коммуницировать и общаться вживую, что очень важно для развития любого человека. Когда ситуация уже, скажем так, набирает обороты, и, скажем, психологически ребенок изменился, часто просто подростки не хотят обращаться, боятся, что поставят на учет. Так ли это? Стоит ли бояться? И какие тут можно найти выходы из ситуации? На данный момент в каждой детской поликлинике и в каждом учреждении образования есть штатные психологи. То есть это специалисты не с медицинским, а с психологическим образованием, которые всегда могут проконсультировать. То есть к ним всегда можно подойти, и они не подразумевают под собой психиатрический учет какой-либо. Вторая ситуация, во многих поликлиниках города есть детские психиатры, которые помогают в каких-то, возможно, более сложных случаях и при необходимости могут назначить медикаментозную терапию. Есть врачи, психиатры в учреждении здравоохранения Гомельско-областная клиническая психиатрическая больница. В частности, я как врач-психотерапевт оказываю психотерапевтическую помощь несовершеннолетней, к которой обращаются достаточно часто. Но если вот не хотят, чтобы их тайна вскрылась, она может сохраниться? Есть такой вариант, как анонимный прием. То есть в случаях депрессии, тревоги, социальных фобиях, которые еще не привели к кризису, к выраженному, возможно обратиться на анонимный прием к специалисту, и при этом личные данные пациента остаются только у врача, и никуда эта информация не подается. При этом вся эта информация есть, опять же, в интернете, и ее легко можно найти, контакты и места для обращения. Артем Игоревич, я благодарю вас за конструктивный, полезный разговор. Спасибо. Спасибо и вам. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» подборка происшествий, которые попали в объективы камер мобильных телефонов, видеорегистраторов и систем наружного наблюдения со всего мира. В Техасе на нефтехимическом заводе прогремели два мощных взрыва. Пострадали трое рабочих. Один из них получил настолько сильные ожоги, что его пришлось срочно доставлять в больницу на медицинском вертолете. Погибших нет. Компания заявила, что пожар произошел из-за сбоя в работе оборудования. После того, как прогремел первый взрыв, местных жителей призвали покинуть район. Но после второго радиус эвакуации увеличился до 6 километров. В расположенных поблизости зданиях взрывной волной выбило окна и двери. В Румынии судно с 14 тысячами овец на борту дало крен и стало тонуть после того, как покинуло порт Медия. Спасатели предприняли срочно эвакуацию животных и взяли корабль на буксир. Все члены экипажа, 22 гражданина Сирии были спасены. Что касается овец, то многих пришлось вылавливать из воды. Значительная часть животных погибла. Судно удалось отбуксировать в порт, где оно село на мель. Засмотрелся на девушек и врезался в БМВ. В Австралии мотоциклист на секунду отвлекся на представительниц прекрасного пола, которые стояли на тротуаре, и столкнулся с автомобилем. А этот арабский мотоциклист после ДТП сделал сальто, упал на асфальт, но тут же встал на ноги и пошел, как ни в чем не бывало. Очень удачное приземление, пишут в комментариях к видео пользователей интернета. Байкера не пропустил на перекрестке водитель легковушки, который поворачивал налево. Лишь после того, как прошло состояние шока, мотоциклист ощутил, что у него есть травмы. В Индии автомобиль пробил ограждение эстакады и упал на людей. ЧП случилось в городе Хайдарабад. Водитель не справился с управлением и на полной скорости выехал за пределы проезжей части путепровода. По инерции пролетел вперед несколько десятков метров, упал на дорогу и вполне мог разрушить магазин, если бы его не остановило дерево. По пути легковушка смертельно травмировала пешехода. Еще шестеро человек обратились за медицинской помощью. Необычные кадры из Самары. Водитель грузовика для откачки фекалий тушит Х-6 содержимым цистерны. На одной из улиц города у иномарки повалил из-под капота дым. Проезжавший мимо водитель осенизаторской машины не растерялся и помог автомобилисту справиться с возгоранием. Огонь был потушен, но какой ценой? В общем, для борьбы с пожаром все средства хороши. Удалось ли после этого водителю БМВ отмыть свой кроссовер и избавиться от характерного запаха, не сообщается. В Турции владелец магазина спас маму с двумя детьми, когда на них покатился грузовик. Мужчина предвидел беду и вовремя бросился на помощь. Двоих ему удалось оттащить, но после наезда один из детей женщины оказался под кабиной. К счастью, ребенка быстро достали из-под машины. При поднятии помогли прохожие. У пострадавшего мальчика только незначительные травмы, главное из которых – психологическое. Вместо завтрака он предпочел позирование на камеру. В Мексике, в окрестностях Монтерея, медведь в компании своего сородича неожиданно решил примкнуть к группе туристов. Те, надо отдать должное, не стали паниковать, а просто замерли на месте. Расторопный косолапый был, видимо, сыт и проявил к толпе исключительно любопытство. К одной из женщин он подошел со стороны спины и даже потрогал ее за волосы передней лапой. Трудно сказать, что значил жест, но после этого туристка призналась, что еще долго ощущала на себе прикосновение когтей медведя. То, что хищник не стал нападать – своего рода чудо. На сегодня все. Следите за происшествиями Гомельского региона вместе с «Де Факто». Увидимся через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин